всем привет дорогие друзья с вами по-прежнему георгий страйкс и мы по-прежнему проходим metal gear solid 5 сегодня у нас основная миссия основная кампания и давайте ее проходить список миссии миссия называется кровавая медь что нам говорит инструктаж командиры трех ключевых подразделений советской армии проводит экстренное совещание в деревне виалу воспользуйтесь этим чтобы ликвидировать всех трех одним ударом давайте выбираем эту миссию так смотрите сколько точек посадки то прям в любом месте можно а вот и деревне да в середине я наверное выберу вот эту точку потому что она принципе ближе всех и можно там горами пройти без всяких постов я думаю это будет более тактически выгодная позиция так что у нас по оборудованию я не помню если у нас какие-то модификации в оружие чтобы что-то поменять вроде бы все по старинке осталось да у нас ничего нового нет сейчас я быстренько проверим какую руку мы не делали хотя мы спасли там инженера но он пока что еще в себя наверно приходит после предыдущей миссии поэтому не готов еще нам никакую руку сделать базу я поставил на апгрейд у нас 33 платформы строится основная еще там две какие-то моно вспомогательные платформы там где-то два часа на основную платформу и где-то 50 минут на другую платформу поэтому другие две платформы ну давайте с утра конечно опять четко говорит прикроем ну пусть перекрывает нас мы не против чтобы нас прикрывал вертолет какой-нибудь обязательно сделаю миссию и вызову вертолет поддержки чтобы показать как он вообще в расстреливают всех в капусту просто что ж мы едем кровавая медь если я правильно понял в одну эту деревушку съедутся все три командира и надо будет их сразу всех троих убить удачи нам советовали пожелали точнее я не знаю может быть со снайперки их снять будет эффективнее 400 метров до в принципе выгодная позиция я думаю что мы сейчас горами пробежимся и как раз никакого поста не будет ничего не будет ну давай вертолетик нас опускаю так все погнали нам направо сейчас 400 метров мы проскочим если вроде не поста ничего нету я надеюсь здесь не будет никакого медведя не хочется мне как-то с ним вступать в контакт так по-моему я тут могу проехать давайте попробуем если конечно булыжников много но по-моему да стоп стоп лошадка сейчас я все сначала изучу как тут на местности у нас если не ошибаюсь то их пока нет в деревне и они только прибудут то есть надо не упустить момент этот найти какую-нибудь точку из нее ликвидировать всех троих жалко нет гранатомета я бы взорвал бы всех этих командиров полевых их них так давайте ложимся так изучаем местность вот нам показывают точку видимо сюда так это пока просто охрана где командиры они наверное прибудут отдельно на автомобилях что-то мне подсказывает что именно так оно и будет но по идее охранять должны капитально все таки три командира совещание может быть они в штаб пойдут может быть еще вот еще один паренек так но отсюда если честно не очень-то видно обзор плохой давайте подберемся поближе немножко по возможности буду проходить скрытом режиме то есть все по стелсу делать но если обстоятельства будут иные придется вступить в бой ничего с этим не поделать деревня знакомая есть здесь уже был как вы помните я искал чертеж который я думал бойца эвакуировать на самом деле чертеж надо было здесь найди надеюсь здесь никого нет и чтобы беспалево так пройти я что-то тут в открытую больно иду здесь вообще-то мясо если честно он наверху уже солдат стоит а он и штаб интересно где у них будет совещание чтобы не знаю слышите дай машины едет все четыре бы заложить и взорвать нахрен тут все вот интересно где тут штаб где точнее где будет проходить совещание так машина прибывает вон она судя по всему они все втроем приехали пока я могу наверх куда-нибудь залезть чтобы со снайперки снять давайте попытаемся сюда я не знаю я буду пробовать тихо 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 чуть блин не спалился ребята по ходу файл какой-то она сейчас все разрулим он идет проверять зараза он походу еще едет как что не заебал ты иди отсюда во нормально все там еще один джип едет походу да вот и второй судя по всему блин нам бы взрывчатку бы если мы сейчас поднимем тревогу они свалят отсюда мне так кажется блин и не эвакуировать этого уже надо его выкинуть отсюда нахрен так ладно сейчас что-нибудь проверим как нам действовать такая пробная вылазка будет так вот один один из них одного из них мы нашли откуда смотрит давайте быстренько агрессивно немножко я действую но хочется как-то чтобы не особо скучно было проходить миссию на самом деле все это скрытное прохождение конечно достаточно скучновато потому что требует очень большую подготовку надо всех отметить потихонечку их эвакуировать так он походу ждет других а вот смотрите еще один паренек идет он нас не видит очень даже хорошо так как-нибудь он танк разбитый нам бы им с 4 или что-то в этом роде бы вот бы было бы вообще экшен весело сразу бы одним ударом троих и вот еще охраняет со всех сторон охраняет смотрите тщательно очень подготовились ребята да интересно с кем он разговаривает а он стоит смотрите он стоит в здании так чё бы сделать чтобы такого натворить чтобы привлечь к себе внимание но в то же время немного людей потому что так паренек ты пойдешь спать ух ты ж ядрен батон ты-то откуда взялся тут вообще в открытую еду просто без башни так давай-ка ты здесь побудешь немножко в помойке твою мать ты кто такой а это командир он заметил что-то там их двое только не говорит что они все три втроем здесь тут не говорит что это все все втроем все нам нужные мужики если так то мы сейчас всех эвакуируем пошел да это все емать там какой-то урод идет тут не только одного из ваших тут всех вообще унесло из ваших так ребят еще одного еще одного быстренько сейчас выносим выносим и нахрен по съемкам просто с этой базы так давай так все третий пошел и отключить вам всю электросистему блять напоследок а он еще и ругается по-русски у вас на базе просто не против так все это всех троих да мы эвакуировали нахер отсюда бежим по моему никого нет сваливаем 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 просто они там стояли в этой комнатке разговаривали все втроем походу мы справились задачей очень даже эффективно и быстро да мне казалось что будет труднее на самом деле так давайте проверим правильно мы все сделали как мы эта кнопочка миссии это мы выполнили миссию так а где у нас где у нас миссия то основная дайдем они а покиньте опасную зону все все верно выполнили миссию вот это нормально даже не пришлось никого убивать все я вышел из зоны все отлично он даже вспотел на шнэйк да не ну немножко было напряженный момент конечно был был момент да ранг с смотрите самый высокий ранг насколько я знаю ранг с так вот это неплохо очень даже неплохо прям сработали как надо так давайте дальше продолжим что раз мы быстро все выполнили почему не пройти еще одну миссию сейчас титры мы посмотрим быстренько и пройдем там следующие там что-то по-моему уже связано с военной техникой началось немножко внедряется в игру военная техника с каждой миссии она будет все дополняться и наполняться или потом уже в дальнейшем собране то что я и сказал они присылают еще и технику мало того что они людей усиливают то есть люди будут теперь операции это означает что некоторые будут повреждены, забыть, забыть или забыть ПТСД это где медицинская команда я принесу свободу комиссионировать строительство новой медицинской платформы иметь правильные медицинские средства для мужчин это вопрос жизни или смерти поэтому я поставил свои ресурсы в этом году вы можете проверить прогресса платформы выбирать базовые средства под названием айдроид Матер Бэс Меню сейчас посмотрим мы платформу эту видно солдат у нас это даже очень хорошо у нас все эти я не понял мы их к себе что ли завербовали этих полковников то так давайте посмотрим так давайте посмотрим смотрите у нас у нас было на постройку только три платформы да основная база еще две платформы а платформы вот этого медицинского отряда по миссии они сами начали строить то есть я даже не нажимал на это нам сказали то что начали строительство вот этой платформы и даже не пришлось на нее ресурсы тратить так ну а мы что мы делаем мы продолжаем так тут у нас даже какая-то побочная миссия ага забыл лучше овечку ну что ж давайте за одну и овечку эвакуируем раз мы прям возле возле миссии побочной да что такое песчаная буря основную кампанию мы миссию выполнили теперь заодно выполним побочную миссию ну а дальше пойдем уже опять по основной кампании может быть так и так и лучше проходить одну кампанию основную одну миссию одну миссию побочную если особенно эта миссия рядом не надо не ехать ничего так ну давай уже заканчивается буря да надо ее эвакуировать заблудшую овечку какую-то координаты врага ни хрена себе а тут смотрите ресурсов много в принципе можно неплохо так поживиться здесь на самом деле так куда нам немножко по моему вот сюда на наверх в принципе глушитель еще работает поэтому можно и эвакуировать почему бы нет это само главное что от нас требуется это узнать где это овца находится где находится овца вот спросить допросить какого-нибудь солдатика и он нам все расскажет вот только осталось как нам это сделать чтобы не привлекать к тебе внимание в принципе овца она должна быть где-то в загоне наверное может быть просто бегать по территории поэтому ищем вот такие вот загоны в принципе должна быть здесь где-то овца я так думаю хотя возможно она может быть еще где-то может быть овца это да нет это скорее всего просто овца не надо ничего придумывать я не думаю что так бы разработчики называли какой-то там спасти женщину а спасите овцу кто там меня видит я за танком спрятался я очень надеюсь что в дальнейшем появятся и танки и что мы можем будет возможность у нас своровать какой-нибудь танк и устроить такой просто погром на этих базах я им отомщу просто за весь за весь стелс за все нервы отомщу приеду на танки просто размочу тут всю деревню есть такое желание на самом деле так вот какая-то травинка нам все это поможет когда-нибудь не знаю для чего я это все собираю так я буду стараться сейчас вот этого паренька допросить так они по-моему вон какой-то паренек идет сюда по-моему нашли то что я ему электричество выключил и они идут проверять я думаю они про это и говорили так где это овца то подождите он же нам все рассказал нет не рассказал я же его допросил что такое что то не очень какой то был полезный солдат ладно ну придется все обшарить тут ну в принципе деревня большая но сейчас мы тут все обойдем главное особо не спалиться сразу нескольким бойцам по одиночке мы их всех посмотрите машинка стоит мужик за пулеметом я бы эту машину вообще бы взорвал бы сейчас или угнал на машинке покататься смотрите но 0 процентов мы ее угнать не можем ну в смысле не угнать угнать то можем эвакуировать ее нельзя так то машинка неплохая так есть тут чё-нибудь блин всякие горшки понаставили непонятно для чего срут они что ли в них так где овца скажите мне ох ё-моё я вышел как то очень палевно так ну опять ищем загоны возможно овца где-то в загоне ну-ка тихо-тихо ложись сейчас мы аккуратненько в принципе на таких открытых грунтах нас не должны они замечать особо палевно у нас лис пустынный маскировка так здесь нету ничего такого полезного нам овцы вроде бы я не вижу сейчас мы по периметру все обойдем по кругу если нет то пойдем уже более вглубь так ну вроде бы он нас не видит хотя 24 метра нет идет смотрите проверять идет вот собака лучше мы его раньше чем он нас увидит так летим на базу так где же это он еще там еще два чувака и вот еще один я спрячусь пока вот смотрите не зря зашел называется не зря зашел блин блин вот освещение не видно так отметить их где тут еще был один паренек смотрите освещение если чуть из окна ни хрена не видно как будто я не глазами смотрю а через камеру вообще фотоаппарата там не знаю такой эффект эффект переосвещения получается у нас а давай я тебя тоже нахрен отсюда улетучу лицо у него было явно недовольное ну еще бы его перекинули через себя так миномет я пока украсть не могу ну хрен бы с ним в принципе блин и вот тут еще солдат чего фейлер что он не дожил что ли не смотрите а погода то нормальная что он не долетел то неужели там было мало процентов по моему он нормаль а ну может быть он такой плохой хиленький солдатик не долетел нам надо опытного бойца поэтому таких вот мы не будем эвакуировать нам надо смотри 90 процентов что не долетит что ли но вперед он в каске блять он в каске да блять ваше сука тихо 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 все подразделения выстаем боевые позиции нахуй ну ладно повоёем немножко где овца то блять так сейчас бы нам немножко отдышаться бы пацаны ребята Ребята. Дмитрий Три. Ага, как хорошо-то, а? Вот как круто. Радиостанцию вытащили из строя, и все. Они не могут прислать им подкрепление. Пусть сами тут прострали рацию. Это я просто встал, он увидел. Так бы, конечно. А еще к тому же, блин. К тому же у него каска была, и трудно было по нему попасть. Смотрите, какая большая ограда. Может тут овца какая-нибудь? Овечка, овечка, ты где? Барашка. Непонятно, зачем я вообще такую овцу тут эвакуирую? Может она какая-то полезная овца? Вот, смотрите, еще два ребята. Блин, а у меня уже этого нету. КП, здесь мифри-фри. Курцивник ушел из виду. Собираемся обыскать местность. Прием. Это КП, понял. Они не могли уйти далеко. Будь темнительны. Конец связи. Ладно, они, они не знают, что я один. Стаб, это КП. По нам велось на огонь. По нам велось на огонь. По нам велось на огонь. Мы потеряли врага. Мы будем пытаться поблимить тебя. Забызать неосторожность. Штаб, это КП. Отверьте. Штаб, отверьте. Штаб. Штаб, это КП. Штаб, прием. Со штабом нет связи. Да лохи вообще. Где овцу тут найти? Я бы вас тут всех перестрелял. Так подождите. Дайте овечку спасти. А вот, смотрите, у меня даже маркер есть. А нет, это маркер, по-моему. Просто на эту. Какой-нибудь миномет. Где овечка-то, блин? Хотя бы показалось бы просто, чтобы я увидел, что есть овечка. Так, ладно, мы найдем овцу. Нет, давайте по карте еще посмотрим. Неужели нам тут парень ничего не показал? Предполагаемые координаты врага. Смотрите, сколько ресурсов тут. Главное, все солдаты в одной точке практически. О, я еще нашел алмазик. Неплохо. Так, ну можно и ресурсы здесь. Да е-мое, что же я такой рукожоп-то? Все сбиваю, все горшки ихние. Но мне почему-то кажется, что овечка должна быть где-то с краю. То есть не в середине. Я, конечно, сбился, немножко пошел уже. Я не помню, в какой я стороне был, в какой я не искал еще, но... Давайте все проверим. Где-то же должна быть эта овца-то. Задание найди овцу называется. Вон опять эта машина, я здесь уже обходил. У нас, кстати, кончился этот самый... Глушитель-то на пистолете. Теперь только убивать их надо будет. Ну и хрен с ними, в принципе. Можно и расстрелять тут. Овцу бы найти. Блин, а овцу-то тоже надо усыпить, да, сначала? Так, давайте тогда... Сейчас боеприпасы попросим. Ладно, хрен с ним. А, нет, смотрите, у нас есть еще даже чуть-чуть глушителя. Чуть-чуть прям. На одну... На один выстрел. Сейчас ничего страшного, приоритет нам. В принципе, все равно на следующую миссию надо... Нужны все эти патроны, все эти глушители, поэтому... Заранее возьмем. Летит наш парашют. Сейчас сгорит веревка. Отлично. Все, идем дальше. Где же это овечка-то, блин? Овечка. О, еще один. Успел. Овечка-овечка, ты где? А вот та кнопка, смотрите, до сих пор красная, они ее не починили. Они бы могли ее включить и со штабом бы связаться. Но что-то они тупят. Ну... О! Как хорошо-то. Нам это, в принципе, на руку, потому что... Чем больше они тупят, тем... Тем нам проще. Где же это овца-то? С какой стороны? Может быть, вот здесь? О, стопроцентный. Долетит сто процентов. Еще один. Сколько же у вас тут? Побежит, нет? Не надо никому ничего передавать. Ответьте, Зоя-2. Зоя-2 сейчас полетит на базу. Зоя-ка. Какая тревога, вы че? А, ну они... Тревогу вызывают, потому что никто... Не отвечает, да? Они решили просто тревогу вызывать. Ну хрен с ним, пусть вызывают, нам веселее так будет. Где овца-то, ё-моё? Я тут, по-моему, уже... Все бараки обошел. Уже иду просто в открытую. Осталось сесть за пулемет и просто расстрелять всех. Где овечка-то, э? Так, не то. Вот, смотри, давайте сюда зайдем. Задим куда? Сюда, да? Тут много ресурсов заодно. Ищите, ищите. Меня тут практически нет. Заодно ресурсы. Нам все равно надо базу строить. Нам все это дело нужно, поэтому... Рано или поздно надо было бы нам здесь... Немножко подсобирать. Все эти ресурсы. Так, калаши стоят, но они нам не нужны. Они нам не подходят. У них нет глушителя. Может быть, в дальнейшем... Так, вот эту бы штуку надо взорвать, да? Та штука, это вот мы взорвали такую. Да где ж это овца-то? Я уж все прошел, по-моему. Опять песчаная буря. Буря, это хорошо. Мы сейчас вон тех парней ликвидируем. Безопасно. За голову! Смотрите, а когда буря, он даже и не чувствует ничего. Не слышит. Вот овца! Вот она, овечка-то. Вот она, да. Только надо подождать, чтобы буря кончилась. Иначе наша овца, вон она подохнет, пока будет лететь. Давайте ждем, пока буря закончится и... Эвакуируем заодно этих парней и овцу. Вот она, оказывается, где была, так давайте посмотрим. Может быть, кому-то нужна будет информация. Смотрите, где она. Вот здесь. Прочитали, да, то, что нам сказали? Появился некий снайпер. Снайпер-молчунья, который отстреливает уже неплохо. Остаются только трупы. Надо быть осторожным. Но мы сейчас пойдем на поиски снайпера от этого. Мы-то знаем, что это не снайпер, а снайперша. Где задание-то это? Так, это что такое? Бедолага, это спасти кого-то? Так, это, наверное, в основных миссиях-то, я думаю, снайпер-то. Так, это не то. Список миссий обновился у нас. Ангел со сломанными. Вот, смотрите, да? Нам нужны ракеты. Оружие, рекомендуемое оружие, ракеты. Здесь уже техника военная пойдет, ребят. Здесь будет уже экшен. Так, ну это... Блин, у Маджахета. У Маджахета какого-то спасти. А по бочке? По бочке где? А, ну пока нам... Это тренировка стрельбы. Да, снайпера пока никакого не дают нам найти, поэтому... Пока что миссии данной нет. Ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас будем эвакуироваться и... Продолжим уже прохождение следующей серии, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok